25 июня прошли выборы президента РУАД. В этот раз в них участвуют Вячеслав Зубарев из группы Транстехсервис и Сергей Киселев из дилерского холдинга Агат. Выборы – знаковое событие для всех участников авторитейла, так как это определяет вектор развития ассоциации на два года вперед. Голосование осуществляется на демократической основе общим собранием ассоциации, где каждый дилерский центр, являющийся членом РУАД, имеет право голоса. Каждый холдинг заранее прислал запечатанный пакет с доверенностями, а также с бюллетенями, число которых равно количеству взносов оплачиваемых компанией. Само собрание было непосредственно организовано в онлайн-формате, и в нем приняло участие более 50 компаний. Необходимым условием для удачных выборов является наличие кворума, то есть необходимого числа участников голосования. Кворум состоялся, а количество отданных голосов остановилось на цифре 271. Выборная процедура началась с распаковки присланных документов и сбором обезличенных конвертов с бюллетенями в специальную урну. Далее комиссия начала распаковку конвертов и подсчет голосов. По итогу подсчета комиссия постановила, что за Вячеслава Зубарева отдали свои голоса 132 человека, а за Сергея Киселева 136. Такой результат считается неудачным, так как для победы нужно набрать две третьих голосов. Получилось так, как получилось. Мне тоже жаль, что выборы не состоялись, но позиция моя принципиальная в чем? Я хочу еще раз повторить, потому что, видимо, новая перспектива тут идет. Для меня принципиальная позиция, что возглавлять РУАК президент должен быть, президентом РУАК должен быть человеком, для которого автобизнес – это дело жизни. Во-первых, всех хочу поприветствовать, поздравить с этим неординарным событием, такой экспериментальной формой голосования. Было очень интересно и напряженно наблюдать. Хочу всех поблагодарить за то, что приняли участие. Судя по количеству проголосовавших, это очень большой процент и очень хорошая вовлеченность всех в данный процесс. В ближайшее время будет собран совет, который примет решение, как поступить в сложившейся ситуации. На данный момент рассматриваются два варианта. По новой организовать такую же процедуру голосования, либо перенести голосование в оффлайн-формат на эту осень. Нам нужно организовывать по-новому выборы, объявлять опять всем членам ассоциации о том, что выборы будут новые. Двигаться могут как существующие претенденты, так и любые другие. И нам теперь нужно определиться, в какой срок эти выборы пройдутся. Во-первых, что положительного? Положительно то, что мы использовали новый формат. Положительно то, что он удался. И большое всем спасибо за то, что все приняли в нем участие. Для нас это бесценный опыт, который позволяет нам в удаленном режиме принимать коллективные решения. Второе. Технически все прошло практически без видимых огрехов. Мне кажется, что самый главный принцип открытости и подконтрольности проведения онлайн-голосования, он был достигнут. Потому как это шло все в прямом режиме, каждый мог наблюдать за проводимыми счетной комиссией действиями. Второе. Все действия записывались в режиме онлайн, и каждый может ознакомиться с материалами, на которых это все отображается. Это из положительного. Из того, что не очень положительное, выборы признаны несостоявшимися, потому что ни одному из кандидатов не удалось набрать больше двух-третьих голосов. Но, значит, ничего страшного. Дальше мы идем по процедуре, которая описана в наших уставных документах. Сейчас будет выпущено резюме по проведенному голосованию, в котором будут обозначены этапы проведения новых выборов. Скажу отдельно, что это не повторное голосование, это новые выборы, на которые будут приглашаться как и предыдущие кандидаты, и так и вполне возможно кто-то захочет выдвинуть свою кандидатуру еще и в третьем, четвертом, пятом кандидатах. Процедура достаточно стандартная. Должно провести совещание Совета, на которых Совет рассмотрит кандидатов и рекомендует их для проведения голосования по кандидатуре в президенты. По срокам сложилась ситуация, когда мы не можем сейчас четко обозначить сроки, потому что собрание Совета назначено будет в ближайшее время, но, скорее всего, это растянется на месяц, на полтора, на два. А вполне возможно, мы будем уже не спешить, а готовиться к проведению выборов на осень, приурочивая ее к нашему очередному мероприятию. В сложившейся ситуации выборы президента РУАД можно считать несостоявшимися, а значит, скоро начнется новый виток предвыборной гонки. А пока президентом РУАД остается Олег Массеев. Следите за развитием ситуации и не оставайтесь в стороне. Ваш голос важен для авторитейла. Газпром нефть смазочные материалы является генеральным партнером РУАД уже не один год. Поддерживая ассоциацию, компания вкладывает в развитие автобизнеса в России. Продукция производится на собственных производствах в Омске и в итальянском городе Бари. Стандарты качества соответствуют всем международным стандартам. Моторными маслами пользуются такие автопроизводители, как Mercedes-Benz Trucks Vostok, Camas, Autotor и многие другие. Также все больше дилерских холдингов выбирают масла этой марки. В партнерстве Газпрома нефть смазочные материалы от ст. РУАД и посредственно дилеров, то мы сейчас видим первое, опять скачок валют. Соответственно, товары импортируемые, в том числе и зарубежных брендов, стали опять-таки дороже. С одной стороны, то есть в рублевом эквиваленте. С другой стороны, мы видим, что не все, поддержеспособность населения упала, потому что многие не работали, поддержка пришла, не пришла, в зависимости от отрасли. Но в целом видим, что плюс, известно, не работали, не было использования автомобилей, минимальные пробеги. Поэтому, с одной стороны, продукт конкурентный дорожает, с другой стороны, поддержка способность населения падает. И здесь есть альтернатива, это масла российских производителей, которые в данной ситуации подвержены курсу, потому что они производятся в России из российских смазочных материалов. С точки зрения предложения для РУАДа, для собственников дилерских центров, что если та продукция, которая используется станциями, является, теоретически может быть, дорогой для клиентов, есть альтернатива в виде российского бренда «Газпром» и «Смазочный ваниль», «Газпромнефть» и «БДЖЭнерджи». Поэтому здесь, в общем-то, актуальность предложения российского маслообразиенного в России, оно, в общем-то, еще более актуальна. В ближайшее время во всех социальных сетях РУАД будет доступно интервью с Романом Кузьминым, заместителем генерального директора «Газпромнефть.Смазочные материалы». Мы поговорим о сотрудничестве производителя масел с дилерскими центрами, обсудим выгодные преимущества компании и узнаем, как развивать бизнес с «Газпромнефть.Смазочные материалы». Будьте в курсе самых актуальных событий автобизнеса на РОАД-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова